здравствуйте дорогие мои друзья не знаю помните ли вы такую веселую шуточную песенку не знаю кто ее пел 90-е годы по утрам надев трусы не забудьте про часы ну и на самом деле да там как бы веселая песня и там какой-то помнится клип там кто-то бегал трусы одевал часы до по утрам одев часы не забудьте про трусы нет наоборот по утрам одев трусы не забудьте про часы и этому принципу следует наш великолепные солнцеликий вальдемар вальдемарович и действительно он все время в часах меня кстати удивляет вот это патриарх все время часики носит путин чем это время что ли вам прямо важно знать до секунды то есть там у них часы то там супер чего вам это время в крайнем случае спросите который час у вас там полно охранников чего таскать на себе лишнюю дрянь ну не знаю может быть это наверное я завидую потому что я никогда часов не носил ну как бы когда-то мне там в юности дарили часы там кто-то там родители но дело в том что они у меня ломались буквально на второй третий день они останавливались там ремешок то есть несколько раз я пробовал вот эти часы носить разные и электронные и механические какие-нибудь командирские то есть было нескольких попыток и понял бесполезно вот эти вот механическое время не для меня я так сказать дружу со временем вселенной а вот это вот вот эти механизмы тем более себе таскать вообще не могу ничего таскать не колец никаких то там цепей на шее не крестов никаких знаков потому что ну не то что у меня аллергии нет никакой просто эти вещи как бы теряются ломаются то есть они абсолютно просто моё тело не держит это но друзьям и это это о чем о чем говорить тут о себе тут а путине мы с вами должны говорить так вот электронное голосование проголосовал вальдемар проголосовал электронно и тем самым дал пример многим людям голосовать электронно но вот не знаю уж точно не точно потому что но я смотрел видео съемки там часы то видны но на них видно время а уж увидеть дату сложно но люди у нас в нашей стране опытные хитрые ли кто-то там в инстаграме приблизил это изображение и увидел что на часах у путина а вы понимаете что они должны идти ровно не может быть чтобы там не работала календарь десятая что там сентября ну хорошо что этого года на то есть он уже проголосовал десятого то есть это друзья мои консервы вот я думаю вы чё все время врёте вот чего вы врёте и врёте вот в мелочах в крупном и промахиваетесь тут у тебя с целая служба у тебя там этих ну вот каких-нибудь подметальщиков подтиральщиков попы там наверное десять человек стоит каких-то охранников которые там часики тебе там бровочки твои там накрашивает какие-то губешки там или что этому попу полирует я не знаю как какой-нибудь к кремом дорогущим очень много а вот такая мелочь часики часики и дата значит ты опять врешь опять врешь ну как можно найти вот я просто думаю а как можно все время врать то есть может быть он обед какой-то давал не с ней слова правды то есть даже в мелочах и в крупном в мелочах то есть патологический лжец так знаете фильм там лжец-лжец-лжец да помню нет 2 2 лжутся было в общем друзья мои действительно ну и конечно доверие к этому электронному голосованию ну лично у меня его и не было никогда потому что я понимаю чего там какие-то цифры вносите и всего лишь одно нажатие кнопки может поменять проверить отозвать свой голос куда-то что-то посмотреть а сколько вообще людей кроме вас тайна голосования то есть вы отправляете свой голос они его учитывают как хотят потому что вы же знаете друзья мои что они и этих покойников учитывают он сколько этих скандалов что покойники голосуют так сказать и всегда голосуют за партию хотя мне кажется вот именно покойники всегда против поэтому даже бывает такая волна возмущения потому что как бы на том свете души недовольны нашим под нашим соусом нас как говорится у контрапупил этот плешивый коротышка еще как говорится нашими же голосами еще и дальше хочет людей гнобить то есть ну в меня бы вот меня бы как душу как покойника это возмутило я бы во всяком случае явился бы в к путину в бункер и предъявил ему так что эти какого ну мертвые души конечно не смотрят у них другие планы а если бы youtube передавали так сказать в аду или в раю и там и там лучше и там и там передавайте особенно мой канал пусть предъявили бы предъявили пришли бы сказали за грудочки его взяли сказать плешивенький ты чё попутал что ли ты чего там против кого ты прешь ты ты кто такой ты кто такой плешивая башка ты что блин за нас мы тут в аду как говорится эти кости греем за тебя из-за тебя там сучка старого ты еще на на наших этих как его наши имена позоришь но израиль тоже бы там но там повежливее там знаете будьте любезны обратите внимание мы против чтобы наши голоса использовались ваших меркантильных корыстных и греховных целях то есть ведь разный подход и за да бы там ему сказали ты чё блин чё попутал ты попутал вася ну друзья мои смешно смешно на самом деле нет лжецы куда не приведут но только в яму но они и нас и ведут туда поэтому и даже здесь и даже здесь путяха как говорится вот в мелочи вот в трудонил свои замечательные штанишки и свои ботиночки а кстати вот этот кабинет в бункерах помните ни окон ничего и гулки и гол вот он идет этими ботинками свои стучит ботинки не мягкие а жесткий прямо на можно чечетку там у него в кабинете хорошо чечетку отбивать гулкий звук нормально ладно друзья мои ну вы как считаете что же что же путя чё врет то почему он врет даже мелочи и почему у него такие непрофессионалы вокруг ну в шею гнать найти столько средств столько людей сколько на него там в день 60 миллионов в день что ли мне могу ошибиться но какая цифра такая на вот один день обслуживания этого гражданина неказистого выходит там ну десятки миллионов в день ладно все друзья мои давайте счастливо вам пока